Мало не покажется. Военный эксперт оценил учения с С-400 в Крыму. Радио «Спотник». Мало не покажется. Военный эксперт оценил учения с С-400 в Крыму. 12.31. РИА Новости, Алексей Мальгавка, комплекс ПВО С-400 «Триумф» заступает на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2018 года. РИА Новости, Алексей Мальгавка, в Крыму боевые расчеты С-400 отразили ракетный удар условного противника. В эфире радио «Спотник». Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Желин прокомментировал учения. 11 марта, 18.25 военный эксперт прокомментировал усиление военной группировки в Крыму. Россия увеличила военную группировку в Крыму, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Как отметил в эфире радио «Спотник», член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский, это вынужденная мера. Боевые расчеты подразделения зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф 4-й армии ВВС» и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, приступили к учению по отражению ракетного удара условного противника, сообщил начальник пресс-службы Вавадим Астафьев. После совершения марша в район стартовых позиций и выполнения комплекса задач по приведению систем в боевое положение расчеты «Триумфов» провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступили тактические фронтовые бомбардировщики Су-24. В ходе следующих этапов учения были проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям, сказал Астафьев. Для отражения массированного ракетного удара по району позиций С-400 были применены подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирьс». Поразив баллистические ракеты условного противника, расчеты комплексов «Триумф» и «Панцирьс» отработали оперативную смену стартовых и огневых позиций. С 8 апреля в органах военного управления, соединениях и воинских частях Юва под руководством командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Дворникова проводится первый этап комплексной контрольной проверки за зимний период обучения. По результатам контрольной проверки будут выставлены оценки более 100 соединениям и воинским частям округа. Проверка организована в два этапа и завершится в конце апреля текущего года. В эфире радио «Спотник» военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин оценил применение комплексов С-400 на учениях. В Крыму мы провели учения, фактически показали, что С-400 заступили на боевое дежурство, и что они в состоянии отразить любые попытки потенциального противника атаковать с воздуха эту территорию. Полагаю, что это мы сделали на фоне того вызова, который демонстрирует НАТО, послав корабли в Черное море. Мы показали, что можем ответить так, что мало не покажется. Думаю, что моряки на натовских кораблях прекрасно понимают, что их фактически подставляют через провокацию под возможный удар. Мне думается, что экипажи этих кораблей донесут свою точку зрения до командования, они будут слепыми исполнителями политических провокаций. Потому что к военной безопасности визит натовских кораблей в Черное море не имеет никакого отношения. Это вызов, попытка унизить Россию. Но не получилось, Россия ответила учениями, сказал Александр Желин. 30 ноября 2018 года. 17-15 военный политолог прокомментировал размещение в Крыму ЗРПК «Панцирс». В Крыму размещен дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирс». Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио «Спутник» отметил, что сейчас, когда власти Украины постоянно делают агрессивные заявления в адрес России, такая защита не будет лишней. В понедельник, 8 апреля, в юго-западной части Черного моря начались совместные учения в МСНАТО «Си-Щилд-2019», «Морской щит». В маневрах участвуют корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями Вооруженных сил Грузии и Украины. 28 ноября 2018 года. 12.41 адекватно угрозе. Военный эксперт о новом дивизионе С-400 в Крыму. Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года. В эфире радио «Спутник» профессор Академии военных наук РФ Владимир Козин высказал уверенность в том, что это поможет сделать обстановку в регионе более стабильной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова